В этом году исполняется 75 лет знаменитой перегоночной трассе Аляска-Сибирь. Историю Алсиба тщательно изучают и по сей день, но началось изучение с Аймеконского района. Именно там местные краеведы еще в 70-х годах прошлого века взялись за эту работу. А на днях там отметили юбилейную дату. Подробности далее. Аймеконский район первым издал книгу по юбилейной дате Алсиба. Эта историческая книга вышла благодаря неистащимой энергии истинного патриота Аймеконской земли Спиридона Слепцова. Это не художественная книга, а именно книга, основанная на архивных документах, на воспоминаниях тех людей, которые работали здесь. И ведь они поиск искали не только, в архивах сидели он, он же списывался со всеми. А люди, которые работали в аэропорту и которые потом закрылся уже, разъехались по всему Советскому Союзу. И вот он их нашел. Аэродром Аймекон. Здесь еще остались следы тех времен. Сохранившиеся здания аэропорта до сих пор остаются памятным местом для жителей полиса холода. Поэтому возложение цветов к мемориалу – это знак памяти всем летчикам перегоночной трассы. Где взлетная полоса, где само здание аэропорта, антенны, откуда шла посадка, какое тут освещение. Все это очень интересно и, конечно, это впечатляет. Я приеду и буду рассказывать об этом своим коллегам, естественно. История Алсиба тщательно изучает в школьной программе. Подрастающее поколение с достоинством читает стихи про Аляску-Сибирь. Эта трасса мужества была самой экстремальной и считалась самым трудным участком на протяжении всего маршрута. Как вспоминали очевидцы, в лютые морозы стекла замерзали моментально. В кабинах самолета не было отопления и не хватало воздуха. Именно на территории Якутской республики это первый авиапорт, который принимал американские военные самолеты, которые шли на фронт. И через наш авиапорт пролетело около 8 тысяч воевых самолетов. Судьбы летчиков еще не дописаны в летописях. В суровых условиях перегона случалось немало аварий и до сих пор Якутская тайга хранит свои тайны. Но история не умирает. Местные жители никогда не забудут подвига летчиков перегоночного полка воздушной трассы Аляска-Сибирь и подвига своих земляков-аймеконцев, построивших аэродром за блестящий короткий срок. Здесь каждый школьник помнит, какой ценой была одержана победа. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, НВК Саха, Аймеконский район.